Всем привет! У нас такая будет болталка и рекомендация. И опять вышел новый выпуск у Шихман канала «Поговорить». Выпуск называется «А почитать». Помните, я вам об этом раньше рассказывала про выпуск о сектах? Думаете, что я буду каждый раз слизывать ее тему, делать видео об этом? Но я действительно настолько вдохновилась и поняла, что моим подписчицам, если они не в курсе, вам обязательно нужно посмотреть это двухчасовое видео на ютюбе. Это тема, наверное, 80-90% девушек, которые ко мне обращаются, пишут комментарии или вообще которые на консультациях по поиску своей второй половинки. Они обсуждали книгу автора Радмилы Хаковой «Как найти себя за 147 свиданий». Она журналист, она писала для глянцевой прессы, и при этом она делала открытый эксперимент, результатом которого стала эта книга. Она ходила на свидания и описывала их книги. То есть свидания были из сайтов знакомств, из тиндера, из всяких приложений, во всевозможных. Она везде зарегистрировалась и принимала фактически любые приглашения, изучала статистику людей. Это очень интересно, это реально труд, опытным путем достигнутый. И она очень откровенно хорошо пишет ощущение, что как будто ты разговариваешь, например, со своей подругой. На данный момент, кстати, она пишет книгу о любви к своему телу, о диетах, о похудении, о зачем нам надо, о каких-то стереотипах на эту тему, о любви к своему телу, опять же. То есть довольно-таки интересный автор, человек. Я хочу что отметить, что Радмила, она девушка из конкретно патриархальной семьи. Вроде бы она из Татарстана, насколько я помню. Это видео в районе двух часов выпуск. Кушихман, это прям, знаете, девочки, включаешь там и делаешь, не знаю, себе бьюти, какие-то процедуры, моешь в посуду, убираешься и так далее. Просто слушаешь, о чем люди беседуют. И во время, там идет дискуссия во время программы, поднимается вопрос очень интересный. Про соцсети, про сайты знакомств, про свах различных, насколько они эффективны. Про сам Тиндер, про приложения различные, ну, в виде Тиндера, в видео представлено это. Насколько они эффективны, а можно ли там реально кого-то найти, или там все, как говорится, моя любимая фраза среди какашек найти свой бриллиант, откопать, сколько лет на это потратить и так далее. И очень поднимаются важные вопросы, которые я хотела бы сейчас немножко вкратце и с вами обсудить в комментариях под этим видео. Но очень хочу, чтобы вы посмотрели вообще весь этот выпуск. Там есть о чем подумать, о нашем отношении. Задумывались ли вы, что оказывается сайты знакомств и приложения типа Тиндера в разных странах, точнее Россия отделяется, постсоветское пространство, ну, буду говорить сегодня Россия, в общем, да, отделяется от других стран в Европе, Америке и так далее, тем, что у нас другое отношение к браку, к институту его и к самим знакомствам. То есть, быстрые встречи, дейтинг нам пришел совсем недавно, да, когда появились сайты знакомств. Первые, когда ты встретился, быстренько пообщался, зацепил, нет, человек разбежали, там, попили кофе, да. А у нас же установка идет, регистрируемся на сайте или в Тиндере, и мысль такая, да, у женщин в основном, я хочу выйти замуж, я хочу найти того самого единственного, лучшего, и вообще, короче, там, мою судьбу, это моя последняя попытка, мой последний шанс, или я вообще на себе крест поставлю, да. А в других странах оказывается совершенно иное отношение к этому, к быстрым свиданиям, потому что это лишь повод подружиться, познакомиться, а потом, если получится, у нас будут общие какие-то пересечения с человеком, то мы, пожалуй, можем встретиться второй раз. Но если не встретились, мы, то есть, если встретились, и мы друг другу не понравились, и не подошли, мы не расстраиваемся, потому что это просто знакомство, я просто попил кофе, провел как-то время, и это окей, я, ну, пообщался с другим каким-то человеком, получил, возможно, какую-то интересную информацию, и просто это опыт. Как же на нашем постсоветском пространстве с этим обстоит, да, пришли на свидание, попили кофе, он не тот, не подходят фотографии, которые я видела в интернете, не те интересы, мы с ним вообще не сошлись, не получается, я злюсь, что я потратила время, что я, вообще-то, не знаю, накрасилась, собралась сегодня, могла бы чем-то другим позаниматься, то есть, да, у нас идет какая-то агрессия, разочарование, на фоне разочарования агрессия, и такие угнетающие, негативные, депрессионные, депрессные мысли какие-то в голове возникают, да, то есть, это отчаяние определенное, да, все благо, в общем, кстати, чтобы вы знали, он мне и к вам ревнует, если я начинаю снимать, он тут же залазит рядышком, чтобы его трогали, гладили, он не умещает, ревнует меня ко всему, ко всему, даже к компьютеру, если я телевизор смотрю, он залезет между мной и телевизором, извините, что отвлеклась, потому что у меня такая болтологическая форма общения, видео. Так вот, отношение у нас другое к знакомствам, насколько этот тиндер вообще полезен, да, когда говорят, ой, там всякая грязь, там ничего реально нельзя найти, но примеры в самой программе, в студии, когда приходили люди в читательском там клубе, большинство положительные люди познакомились, как и Шихман, сама ведущая, она в других интервью об этом говорила, что она познакомилась с тиндером, там была пара в 60 лет мужчины и женщины, которые поженились после тиндера, познакомившись, то есть, это от самого человека зависит и от ожиданий, которые мы вкладываем при знакомстве, там очень многие правильные психологические моменты озвучены в знакомстве и наших разочарований от знакомств, например, мы же когда ищем, большинство, да, людей, когда ищем какую-то себе пару, мы хотим что? Чтобы человек, много женщин, чтобы взяли мои проблемы на себя, чтобы меня пожалели. Мало кто, уже меньший процент, да, не мало, но меньший процент ищет себе достойного партнера на уровне, чтобы мы могли друг друга понимать, были хорошими друзьями и так далее. То есть, мы ищем человека, который скрасит какие-то минусы, какие-то проблемы, какие-то загвоздки в жизни, который возьмет что-то, возможно, на себя, или у меня негатив, я на минусе, кто будет плюсом и даст мне позитива. И если так вы рассуждаете, вы подумаете, что с другой стороны экрана человек, который вас свайпает или пишет вам письмо на сайте знакомств, он пришел точно с такой же мыслью. И у него точно такой же посыл, потому что он тоже человек и, по сути, живет в том же обществе, в той же стране, что и вы. И что получается? Два человека на минусе хотят найти плюс. По теории, по математике так может получиться, но эмоционально нет. Ты не можешь взять у того, кто сам ищет помощи себе, кто сам ищет ресурс. Поэтому очень много разочарований, наши же ожидания не подтверждаются. А когда мы будем на плюсе, мы, соответственно, уже не так идем на эти знакомства в интернете, потому что мы не ищем, мы что на плюсе? Мы кайфуем и наслаждаемся жизнью, нас все устраивает. У нас нет времени для того, чтобы копаться в себе больше, страдать, анализировать и тому подобное. Мы испытываем удовольствие от жизни. Вот в чем секрет весь. Соответственно, большие разочарования на сайтах знакомств и на таких соцсетях и так далее не оправданные, наши ожидания не оправдываются, потому что мы находим таких же людей на минусе, как мы и сами на данный момент. И вот помнить об этом всегда нужно и давать скидку этим людям, потому что он тоже ищет, скажем так, отчасти не от хорошей своей жизни здесь. И там в читательском клубе был один мужчина, я не помню, как его точно зовут, но это и не важно, вы поймете, когда будете смотреть выпуск. Это психолог, который, я так поняла, тренинги вел по тому, как жениться, выйти замуж, найти себе типа мужика для женщин, что я вообще вот эту тему, вы знаете, не люблю. Всякие тренинги, вот эту всю историю про женственность, самость, весь этот обман, потому что это по вершкам. У людей проблема внутри сидеть. Надо идти просто к психологу, решать свою проблему, идти никакие курсы, тренинги и все прочее, какие-то программы не будут нужны, потребностей в них не будет, потому что ты сам все это внутри себя будешь производить. А хватая вот так по вершкам непонятных курсов, тренингов а-ля психологов и всяких прочих коучев, к сожалению, ты просто тратишь время свое драгоценное, вот все, потому что проблемы в корне ты не решаешь. А берешь какие-то, да знаете, там 10-15% из общей массы, которые по вот этим вершкам могут потом себе что-то покопать, себе что-то изменить. Большинство так, конечно, не делает. Несмотря на то, что он говорил довольно-таки в его речи, там есть большой такой монолог у него, он рассказывал про агентство брачное, как он работал про свои курсы, пытался себя пиарить и вообще про то, как типа выйти замуж и разреши мужику изменять себе вот эти все теории. Когда у него конкретно спросили, то он просто посыпался сразу, вся его теория, а вы-то сами любили? Почему-то он не смог соврать на эту тему и сказать, да, например, любил, или признаться, нет, никогда не любил. Он сказал, я женился, он два раза, у него четверо детей, каждый раз он женился только там по залету от своей супруги, потому что так складывались обстоятельства, мне нужно было типа жениться. Понимаете, девушек, женщин выйти замуж учит тот мужчина, который ни разу не признается, что он любил, он боится любви, он боится близости душевной с женщиной, он боится женщин. У него у самого очень глубокие проблемы есть, я бы так сказала, определенные страхи, которые его гонят, которые он не решает. Как он может помочь вам найти себе супруга, если супружницу, или неважно кого, вообще-то вторую половинку, любовь и так далее. Вот этот вот теоретик а-ля практик тоже, под которым он себя пытается показать, на практике это что мы у него видим? Два развода, четверо детей, и утверждает гордостью самца, что он бабами, скажем так, пользуется, и женился чисто по надобности. Не было бы беременности, не женился бы. У меня вопрос, почему тогда каждая твоя женщина еще по второму ребенку рожала тогда? Ты же, получается, ты их всех обманывал и, конечно, врал, что ты их любишь в браке находясь. Или ты настолько боишься слова «люблю» и «любить», что на самом деле ты их действительно никогда не любил, и в сердце свое никого вообще не допускал, кроме своей любимой мамы и эгоиста себя. Что, в общем, я не буду это делать, это как бы некрасиво, наверное, с моей стороны, обсуждать человека отчасти со спиной в видео, это неправильно. Я за это приношу извинения. Но я к тому, что, девочки, обратите в этом видео внимание, кому вы несете деньги на всякие курсы, тренинги и так далее. Потому что я не говорю, что он должен был женат, счастлив быть, вам рассказывать, как это сделать. Дело не в этом. Быть хорошим, например, детским психологом не обязательно иметь своих детей. Просто признавать свои какие-то личные проблемы, например, не мешало бы. Вот я к чему. И этот мужчина очень такой агрессивной форме. Наезжал на женщину. Его, в принципе, лицо, поведение, его позиция, как он вообще разговаривал с женщинами. Я когда это смотрела, думала, вот чистый, который считает себя самцом, успешным и так далее. Хотя на него смотришь с виду, но он такого вообще, скажем так, вида. Это не излучает, это успех, там. И, возможно, он ищет, там, рассоветы, раздавая таким, разреши мужчине изменять. Это все песни в пользу бедных. Это все компромиссы. Это не о счастье истинно. Можно быть счастливым и наедине с собой, даже без второй половинки. Вот я к чему. Так что программа довольно-таки интересная. Есть что посмотреть, о чем послушать, про приложение эти, как это работает. Какой там вообще изначально закладывался смысл. И как отношение людей к этим предложениям. Что они ждут. Я просто пришла к выводу, как раньше в жизни и сейчас. Если ты счастливый человек, у тебя все хорошо. Ты будешь притягивать тех, у кого все тоже хорошо. Таких же позитивно заряженных на плюс людей. Если ты на минусе пытаешься найти себе, там, другу, подругу, вторую половинку и вообще хотя бы с кем-то общаться, ты будешь притягивать точно таких же людей, которые в точно таком же поиске. Это вообще, гадалки, не ходи, золотое правило в психологии. Которое только вот в этой программе, скажем так, у меня подтвердилось. Что в моей голове всегда было, в чем я была убеждена. И я просто хочу сказать, что к этим знакомствам, к сайтам знакомств, когда вы уже вступаете в отношения, переписываетесь в интернете с мужчиной, но не было еще личной встречи, не надо относиться экстра серьезно, ответственно. Это свадьба. Я заточена под серьезные отношения, ничего другого быть не может. Других вариантов вообще у нас нет. Нет, не надо так делать. Будет больно разочаровываться, у вас будет повышенный уровень тревожности, расстроенности, у вас будут упускаться руки. Легко относитесь к этому. Не понравился, мы свайпнули. Не понравился, мы ушли и так далее. Там очень такой интересный вопрос был поднят, также вот последнее скажу, что мол, не возвращает ли нас вот эти социальные сети, все дозволены, что люди теперь не держатся за браки, легко разводятся, легко отказываются от отношений, перестают в них работать. Довольно-таки интересно задан вопрос. Отчасти я здесь согласна с чем-то, а с чем-то нет. Понимаете, если это сравнивалось с прошлым Советским Союзом, когда из разряда, чтобы вступать в регулярные половые связи, надо было уходить замуж, жениться. Просто так направо-налево никто не соглашался на какие-то связи. Это было как бы труднее получить, это был стимул определенный для отношения, их развития, получения квартиры, создания семьи. То есть так складывалось в Советском Союзе здесь это брать. Но согласитесь, это же искусственно созданное. А потом искусственно заставляли всех жить вместе, терпеть. И у нас что, счастливые поколения? Мы это разгребаем, вот наши родители, и мы до сих пор это разгребаем, это воспитание, то, что было в нашем обществе. И мы счастливы, когда говорят бьют, значит любят. Из этого же все вытекает. Поэтому я считаю, что возможно отчасти свалившаяся на нас свобода, вседозволенность связей, ты выбираешь себе друзей, психология также. Она более позитивно, положительно влияет. И пусть это нас отчасти и развращает, но мы стали управлять своей жизнью, королями своей жизни стали. От нас уже мы наконец-то берем ответственность за свою жизнь, чего нашему постсоветскому пространству не хватает. И пока вы ждете иллюзии о том, что за меня кто-то придет, решит, за меня возьмут проблемы, кто-то решит мои проблемы, за меня решат вопросы, например, кто будет там в политике президентом и так далее, за меня решат, кто будет моим мужем. За меня все решат. Вы счастливым тогда человеком никогда не станете, потому что за вас кто-то другой будет решать. И это уже не ваша жизнь, а жизнь другого вот этого человека, который за вас решает, или обстоятельства, которые так складываются, что за вас что-то решается. Так что я считаю, что развитие технологий и вот этой вседозволенности, пусть лучше будет, скажем так, меньше заключенных браков, но люди будут более счастливы, чем большое количество браков, маленькое количество разводов, но при этом домашнее насилие, несчастные люди, депрессивные, и как бы счастья у людей от этого не добавляется. Так что я желаю, чтобы все были свободны от каких-то стереотипов, которые в вашей голове. Жду ваших комментариев, смотрели этот выпуск. Если посмотрели, то дайте здесь свою реакцию, мне очень интересно, понравилось, вам не понравилось, что вообще на эту тему думаете, размышления. Мне кажется, для тех, кто в отношениях и ищет свою любовь в поиске, это очень полезная была информация. Или почитайте книгу автора, которую обсуждали про 147 святаний в этом выпуске, а поговорить, а почитать Шихман. Жду ваших комментариев, под виду я всегда оставляю свою почту, туда вы можете присылать свои анонимные истории для разбора на канале, или писать мне сообщение, записываться ко мне на консультацию. Я хочу, кстати, сказать, девочки, это у меня последние две недели, у меня около пяти человек есть, которые мне... Я не могу ответить, потому что у вас переполнены почтовые входящие сообщения на вашей почте. Поудаляйте сообщение, и вы получите от меня ответы письма. Письма вам не доставляются, имейте это в виду, чистите свою почту периодически. Если видео было приятным, полезным, ставьте лайк, скоро увидимся, всем пока!